Пиарщики из штаба Игоря Додона, его советники, написали абсолютно бредовый документ обращения в Конституционный суд, который подписал другой судья Конституционного суда, тут я его имя назову, Владимир Иванович Туркан. Оно сегодня весь день, это заявление лежит в Конституционном суде. Его не регистрируют, но он с 10 утра уже находится в Конституционном суде. Я проконсультировался с разными юристами, экспертами, в том числе по Конституционному праву, которые говорят, Ренат, нет процедуры, чтобы как-то в суде, потому что до меня вчера донеслось, что в одном из судов Кишинева будут оспаривать какое-то решение Конституционного суда. Говорят, Ренат, как бы сегодня они пытались изнасиловать молдавское законодательство, это сделать невозможно. Оказывается, схема немного другая, что то, с чем обратился сегодня Владимир Иванович Туркан, будет отклонено Конституционным судом. Он обратился в Конституционный суд? Да, он обратился в Конституционный суд. Сам, будучи судей Конституционного суда? Он обратился в Конституционный суд. А что конкретно он попросил? Послушайте, дайте мы сейчас, тут нужно немного подождать, что он конкретно просил, Но когда человек заведомо просит то, в чем ему откажут, а это как формально для чего? Для того, чтобы он мог обратиться после этого в Курте-Адиапел Кишинел с просьбой принять решение по отказу, который он получит от Конституционного суда. В этой же студии я с вами говорил про Конституционный суд Республики Молдова. Когда вы сейчас, кстати, упомянули, сказали о том, что Конституционный суд не высказался на тему, можно провести досрочный парламентский эксперимент. Пока не высказался. В этой же студии я у вас последний, или предпоследний раз, когда я к вам приходил, я сказал о том, что они разработали схему, благодаря которой Владимир Иванович Туркан должен стать вновь председателем Конституционного суда Республики Молдова. Значит, все и многие эксперты тогда высказали, что не может быть такого, я до того, как прийти к вам в студию был на связи с бывшими судьями из Конституционного суда, говорит, не-не-не, такого быть не может. И далее схему, которую я у вас изложила, именно, что Туркан обратится с запросом в Конституционный суд. Его отклонят. И сегодня стало известно о том, что бывший глава Конституционного суда Владимир Туркан обратился в столичницу в сектор Рыжкановка. Поздравить в кавычках и сказать... С требованием аннулировать решение Конституционного суда об его отставке. И хочу вам сказать, что на этой неделе Владимир Иванович Туркан станет председателем Конституционного суда Республики Молдова. Известно, что решение будут рассматривать три судьи. Верика Дадон, Татьяна Василуаев и Алексей Паниши. Вы хотите сказать, что вам уже известно, до того, как они сели и рассмотрели это дело, какое будет решение? Если завтра я забыл ту бумагу, я даже вам назову судей в апелляционной палате, которые оставят в силе это решение. То есть у меня есть даже фамилии судей, с которыми договорились. Давайте эксклюзивно нам эту бумагу предоставите завтра. Завтра, если я буду в Бельцах, с вашего телеканала мне позвонят, и я даже назову фамилии... Секундочку, если вы говорите про апелляционный суд, это означает, что на этой неделе Рыжкановский суд откажет. Потом Владимир Цуркан обратится в апелляционный суд. Может быть, я не помню, там не было прописано у них по схеме, что первая инстанция откажет или согласится. Но то, что Цуркан будет руководителем, а станет опять председателем Конституционного суда на этой неделе, можете не смотреть. Я, честно говоря, не очень понимаю, в моей голове это не укладывается. Хотя есть, как суд, ниши и станции может принять решение по поводу того, правильно или неправильно судья Конституционного суда отправили в отставку главу? Вы сказали, что такого быть не может и такого не должно быть. А я сегодня призываю людей к чему, Наталья, вы поймите, я не хочу сегодня... Я хочу разбудить страну, потому что получается то, что мы с вами обсуждали, откуда я мог знать 2-3 месяца назад, о том, что Цуркан обратится... Вы были в начале мая, если не ошибаюсь, вы были в начале мая. Я вам сказал, что, Наталья, Цуркан завтра обратился... Я вам говорил, что сегодня утром Цуркан по секрету зарегистрировал запрос в Конституционный суд, который в ближайшее время Конституционный суд отклонит. И после этого он обратится в какой-то районный суд и в Куртиодиопил. Я так говорил в этой суде, завтра можете показать. Надо дать должное, действительно, так вы говорили, так случилось. Да, и так и произошло, и все СМИ на следующий день публиковали. Вы утверждаете, что Владимир Цуркан будет восстановлен в должности главы КАЭС? Совершенно верно, потому что этого очень сильно хочет Дадон. Послушайте, сегодня в стране есть генеральный прокурор, которого, я считаю, что Дадон не контролирует, и есть Конституционный суд, который Дадон сегодня не контролирует.